Большой смотр перед новым курортным сезоном. В крупных здравницах поглядывают в сторону Турции. В пансионате «Полярный Азурик», где отдыхают как дети, так и взрослые, говорят, что юных отдыхающих будет не меньше, чем в прошлом году. А вот по взрослым путевкам падение примерно процентов на 15. Турция в основном, потому что они диппингуют цены. Все-таки, когда я узнаю 25 тысяч недели семидневный тур на двоих, перелет включен. Ну как же, понимаете, перелет у нас Москва-Анапа только одна стоимость какая. Поэтому для нас Турция – это конкурент. Вместе с тем и рост и падение всегда понятие относительное. Прошлым летом Анапа была скорее переполнена. Городская инфраструктура выдерживала запредельные нагрузки. В этом году энергетики значительно усиливают мощности. Также появляются дополнительные водоводы. При этом в отрасли делают упор на повышение качества обслуживания. Проходят обучающие семинары. А к 1 июня на Анапском побережье будет 850 классифицированных объектов. До введения классификации было очень много ложной информации. Назывались разными именами. Вешали все звезды, а качество не соответствовало. Сейчас все под контролем. Все сведения и данные о тех объектах, которые прошли классификации, на сайте Министерства культуры Российской Федерации. Поэтому любой человек в любой точке России, зайдя на этот сайт, может определить для себя приоритеты. Мы реально уже начинаем показывать уровень, что Анапа не просто детский курорт, но еще курорт высокого уровня. По словам Дмитрия Ерохина, в прошлом году в Анапе приземлились более 400 чартерных рейсов, что еще пять лет назад было немыслимо. В этом году начал работать новый аэровокзал. А туроператоры настроены и дальше формировать группы. Тем более, что уже 70 предприятий на Анапском побережье предлагают услуги в режиме «Все включено». Появляются новые санаторно-курортные объекты. Уже действующие подумывают над расширением. Дмитрий Ткаченко руководит базой отдыха «Искра». Сегодня там 115 мест. Вместимость планируют увеличить минимум в три раза. Думаю, очень интересно. Просто Анапа, наверное, самый перспективный регион по всему побережью Черноморскому. Потому что Сочи, естественно, там понятно. И федеральный день не там крутится и здесь. Именно для частного инвестора, конечно, она по своим климатическим возможностям наиболее интересна. Более 80 пансионатов вкладывают деньги в главный ресурс. Специалистам заказали специальную машину для очистки моря от водорослей, которые активно размножаются в жаркую погоду на мелководье. Попытаемся очистить Анапскую бухту от комки. Хотя бы сейчас экспериментально. Там подходит платформа, собирает водоросли на определенной стадии, когда они только формируются. А потом на этой платформе отвозят очень далеко в море, где они там просто рассеиваются и к берегу больше не поступают. Если эксперимент удастся, то разработчикам закажут сразу несколько машин. Продолжение следует...